Ракуха, как же туха? Да вот, решил свой комп продать, купил моноблок. Деньги на донат нужны? Ну ты даёшь, братуха, да будет тебе пуха. По ссылке проходишь, всё нужное находишь. Отличная броня и могучие пушки. Они мощнее, чем батоны у твоей подружки. И без всякого доната, нагиб сразу пойдёт. Оу май, вот это подойдёт. КИБЕКА ПАДИА ДЕТАК ДОПКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Новогоднее воткновение, или на что способен новый Хелион? Ну что, рачишка, уже начал копить детали? Я, капитан Очевидность, поступил мудрее. Поскольку в Варфейсе теперь всё за детали, я играю на ПТС. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Аркутагин, капитан Очевидность и наиночка для класса Штурмовик. С.А. Хелион. В глаза бросается, что даже из коробки, без всяких модификаций, пушка обладает, знаете ли, такими прямо выдающимися ТТХ. Не менее интересна она и по модулям. В целых два пламегасителя, глушитель и два прицела, один из которых является весьма годным коллиматором с кратностью 1.3. Перфекто! Ну и, конечно же, вишенкой на торте идут моды. Один из них снижает темп стрельбы, но существенно так повышает урон. Получается, скажем так, варианция имбела. Неплохо, но, признаюсь, не моё. Другая же уникальная модификация расширяет магазин на 30 патронов, и того получается 60, а в золотой версии 62. Прям шурфаер 2.0. И это при учёте того, что данная-то пушка имеет больший урон и ваншотит практически в башку на любой дистанции. Гаднателло. А ещё эта пушка является первопроходцем для одного нового мода, а именно урон по торсу. Я скажу вам, мод очень и очень интересный. Да, конечно, понижается кучность, но это можно нивелировать с помощью специального мода, который её повышает. Либо вообще забить. В конце концов, торс есть торс. И попасть в него, как правило, не особо-то и сложно. Но перед тем, как двигаться дальше, хочу заметить самое-самое главное. Пушка нормально выглядит. Ведь классически Алоды делают смесь бульдога с носорогом. А ещё частенько модели оружия, сделанные ими, напоминают о шутерах конца 90-х начала нулевых. Здесь же всё иначе. Моделька сочная. Присутствует уникальная анимация ожидания. Знаете, когда персонаж долго просто стоит с пушкой, не двигается, не стреляет, он начинает её так красиво сексуально рассматривать. И вынужден признать, это весьма доставляет. Много лирики, братишка. Лучше скажи, какую сборку предпочёл ты? Да не вопрос. Лично я собрал следующий комплект модификаций. Да, эта сборка далека от совершенства, я это прекрасно знаю. И, в общем-то, модификацию на отдачу можно было бы не ставить, можно было бы поставить что-нибудь как раз вот на торс. Могут быть и другие интересные варианты. Сборки с уникальным модом на урон мною особо не рассматривались, потому что в любом случае это всегда будет плюс-минус вариация имбела. И как бы хорошо это не звучало на первый взгляд, не стоит забывать, что имбел-то был силён исключительно в основном из-за подствола, а не из-за его ТТХ. Потому вангую такой путь будут выбирать единицы. Основная масса опытных игроков предпочтёт сохранить достаточно высокий темп стрельбы. А что по отдаче, братишка? А вот отдача, капитан, очевидность, здесь просто великолепна. Взгляните на неё без установленных модов. Поняли фишку? У этой пушки нет рандома. То есть ваш ствол не начнёт мотать лево-вправо непонятно как непредсказуемого. Здесь это исключено. Более того, даже когда ставишь расширение магазина, у тебя получается 60 патронов. Всё равно. Отдача такая же. Рандома нет. И это я хочу вам сказать, друзья, мега нагиб. Пушка, не обладающая никакой существенной отдачей, бьющей практически в точку. Не имеющая никакого рандома. Да при этом из коробки, имеющая офигенный просто темп стрельбы, как у грота и урон 98. Макросы просто отдыхают. Реально сила. И что же ты скажешь? Эта пушка вообще нагибом пахнет? Ещё как пахнет, Капитан Очевидник. Играть с этой пушкой сплошное удовольствие. Кстати, надо сделать небольшое отступление и сказать, что на супертесте блогеры пробовали эту пушку. Но тогда почему-то у неё темп стрельбы был, по-моему, 480. И нормально разогнать его было попросту невозможно. Пушка была очень слабая, но все отметили, что стрелять с неё очень приятно. Внешний вид сок. Отдача за ипцом. Рандом не бесит. А теперь, после некоторых переработочек, как мы видим, она вообще расцвела. И если вы меня спросите, что это за пушка по своей сути, я скажу вам так. Это грот, соединённый с шурфайером, не имеющий практически никакой отдачи. При этом обладающий охрененным внешним видом, годными множителями и дарящий великолепные ощущения при стрельбе. Тот случай, когда Алоды попали, вот знаете, просто в десятку. Поиграл я с данной пушкой и мне попросту не к чему придраться. Сказать, что это лютая имба, да вроде нет. Но где-то на грани ходит. Однозначно лучше всего оружия штурмовика, которое есть на сегодняшний день. Без шуток. Ни G36, ни грот, ничто с ней, пожалуй, не сравнится. И при этом, по моим ощущениям, она остаётся всё-таки балансной. Хотя тут всё понятно. Просто класс штурмовик, говно. Но не суть. Вся мощь и удобство дополняются прекрасными модулями. Особенно прицел меня очень порадовал. И это тот случай, когда, пожалуй, ваш покорный слуга остался полностью доволен, если бы не деталей. Ведь именно они и портят всё ощущение праздника от введения новинки. Но если вы из тех, кто готов пахать над контрактами, как раб на галерах, либо обладает достаточно большим кошельком, чтобы эти контракты просто за кредиты закрывать, то, пожалуй, да. Это ваш выбор. А промолчать про детали ты не мог. Не мог. Это худшее, что случалось в Warface.